Валентин Барышников Валентин Барышников Валентин Барышников Построенный в Москве цифровой ГУЛАГ Не даст призывникам скрыться В целом, мне кажется, практически невозможно От этой системы уберечься Если ты прибегаешься по городу Путин побывал когда-то где-то На оккупированных территориях Украины Чуть-чуть пересек административную границу Как раз так, чтобы до него Не доставали ни хаймерс, ни какое-нибудь другое вооружение И вот он сказал, что он побывал На линии фронта Трудная судьба украинского зерна За границей Россия этой ситуацией очень четко воспользовалась Она в принципе, это зерновое соглашение Скажем так, держит за горло Начнем сегодняшнюю программу Разговором о том, как нынешнее российское государство Преследует своих критиков И организует слежку за гражданами И что, несмотря на это Люди продолжают высказывать Своё мнение Российский оппозиционный политик Илья Яшин Приговоренный в декабре к 8,5 годам лишения свободы По статье о так называемых фейках российской армии За видеострим об убийствах совершенных российской армией В украинском городе Буча Сегодня вновь предстал перед судом На апелляции приговора Яшин участвовал в заседании Московского городского суда По видеосвязи из СИЗО Так как суд отказал ему в физическом присутствии И в повторном исследовании доказательств по делу Фейками российские суды признают сообщение о войне в Украине Не совпадающие с версией Министерства обороны России Яшин, который настаивает на своей невиновности И считает, что его уголовное преследование Политически мотивировано Требует вызвать для допроса Официального представителя Министерства обороны Игоря Коношенкова И проверить уголовную статью о фейках Про российскую армию На соответствие Конституции России Суд на все эти запросы ответил нет Яшин произнес на суде речь Которую несколько раз пытался прервать судья Послушайте фрагмент выступления Яшина И его диалога с судьей Запись любезно предоставлена медиакомпанией СОТО Я был осужден по закону о военной цензуре Давайте называть вещи своими именами Закон этот юридически ничтожен И очевидно противоречит Конституции По сути, этот закон вводит неправовой запрет На публичные несогласия Позиции российских чиновников Касательно войны, развязанной президентом Путина против Украины Войны, которая резолюцией Организации Объединенных Наций Официально признана актом преступной агрессии В отношении независимого государства Назначенный мне приговор поражает воображение 8,5 лет колонии За 20-минутное выступление в интернете Вы знаете, в тюрьме я встречал немало убийц Насельников, грабителей Получивших меньший срок за свои преступления Хочу подчеркнуть за настоящие преступления А не за слова В чем же заключается моя вина? В том, что, выполняя свой долг российского политика и патриота Я честно говорил правду об этой войне И в частности рассказал о военных преступлениях Совершенных путинскими войсками в украинском городе Пуча Важное событие, которое случилось уже после моего задержания Это выдача международным уголовным судом Ордера на арест Владимира Путина Странная складывается ситуация, согласитесь Путин военный преступник, а за решеткой остаюсь я Человек, выступавший против развязанной им преступной войны Не кажется ли вам, граждане судья Что продолжая удерживать меня за решеткой Ну вы, в общем-то, становитесь его подельниками? Вы, наверное, скажете, что вы совершенно ни при чем Потому что вы же не брали в руки оружие, да? Где вы и где военные преступления Только вот и Путин лично не бегал с автоматом Однако теперь вынужден скрываться от правосудия И совсем не исключено, что в итоге я уступлю ему свое место здесь в тюрьме Хочу обратить внимание, что преступление Путин совершил не только в отношении Украины Но и в отношении нашей с вами страны Я же чуть-чуть вынужден вас прервать Это выходит за рамки того обвинения, которое вам будет предъявлено Послушайте, я за то, чтобы говорить правду, 8,5 лет получил Давайте уж не перебивайте меня, дайте мне возможность выслушать, что осталось не так много Вы должны подчиняться и если у председательствующего Но вашу позицию в этой части поняли Пожалуйста, только по существу предъявленным вам обвинением Я продолжу Хочу обратить внимание, что преступление Путин совершил не только в отношении Украины Но и в отношении нашей с вами страны Потому что своей политикой он ударил не только по экономике и безопасности Он изолировал Россию на мировой арене и отправил на убой десятки тысяч наших людей Но что еще страшнее, он создал условия для радикального роста насилия в нашем обществе С фронта идет нескончаемый поток мужчин, психика которых травмирована войной Они научились пользоваться оружием и убивать Смерть для них перестала быть табу Ну а пока Россия заклюпывается в крови Суд сегодня рассматривает апелляцию на вынесенный мне приговор Унижаться и присмыкаться перед вами, граждане судьи, гражданин прокурор, я не буду Моя совесть чиста Поэтому я спокойно принимаю свою судьбу Силу мне придает ощущение морального превосходства над ворами и убийцами, захватившими власть Они знают, что я их не боюсь Яшин, еще раз Мы будем принимать метод по нарушительным порядкам судебного заседания Это не митинг Это дело, по которому мы должны, соответственно, выступать только в рамках предъявного обвинения Что ж вы такой пугливый-то, председательствующий? Значит, Яшин, еще раз вам делаю замечание За некорректное обращение к суду Что, в тюрьму меня посадите? Яшин, вы меня услышали? Я услышал, я продолжаю Также сил мне придает ощущение ответственности за свою страну Маятник истории неумолим И я осознаю, что, оказавшись в итоге на свободе, стану одним из тех, кому придется разгребать весь этот кровавый бардак Я стану одним из тех, кто построит на руинах путинизма новую, свободную и счастливую Россию Суд в результате оставил в силе обвинительный приговор Илье Яшину Продолжаем информационный дайджест «Время свободы» На заднем стекле автомобиля ученого из Новосибирского академгородка Игоря Просанова надпись крупными буквами «Путин Капут» Из-за нее на Просанова нападали, спускали колеса, забирали в полицию Полицейские и люди в штатском, подкараулившие недавно его с женой, требовали надпись «Стереть» Просанов, доктор физико-математических наук, сотрудник Института химии твердого тела, упорно отказывается это сделать Сложности у него и в институте коллеги написали доносы В интервью «Сибирь реалиям» Просанов рассказывает свою историю Сначала я написал, у меня надпись другая была, нет войне Но потом что-то так, не, подумалось, что надо более явно выразиться Да и тем более за нет войны стали штрафовать Сначала секретарша наша на меня донос написала, они разбирались Ответили мне официально, ну вызвали меня, туда пришел в отдел полиции Они говорят, вот мы проверку провели, значит, претензий к вам не имеем Потом еще один там товарищ, я так понимаю, что он вообще у нас секретный агент по институту Донос написал, такой же самый Я в ответ на него, значит, жалобу подал за ложный донос То есть он был предупрежден, узнал, что уже, что ничего криминального нет Тем не менее донос снова в полицию накатал А я в ответ на него Ложный донос, это вообще уголовная статья Мне казалось, что уж люди, ученые должны понимать, что к чему Нет, такое там не суд Я сделал рассылку по всем адресам, значит, институтства, всем сотрудникам С призывом, значит, как-то выразить свою, хотя бы вот, на годовщину Отношения, да, протест, потому что, ну, явно не то творится в стране В ответ мне там, скажем, три гневных отзыва пришло Одна там женщина, очень пожилая, сказала, что она за Путина Уважаемая такая, научный сотрудник Что она, если была бы помоложе, пошла бы санитаркой в окопы Другой товарищ, тоже там, не последний ученый Сказал, чтобы я к нему больше не обращался по этому поводу С политическими призывами Ну, вот тот, который на меня донос писал, тоже подобное написал Ну, и четвертый написал, что-то тоже типа того, что не понимает моего, скажем, отношения Ну, и один только человек, скажем, письмо написал, что как можно выразить-то, собственно Что сделать, да Ну, я тут сказал, что подсказывать не могу, потому что за это могут и посадить А вы уж догадайтесь сами, ничего такого сложного нету Ну, и мне заблокировали мою почту Остальные промолчали, да Игорь Просанов в интервью «Сибирь. Реалия» Продолжаем информационный дайджест «Время свободы» Генеральная прокуратура России признала Норвежский экологический фонд «Беллона» Нежелательной организацией Среди причин названо финансирование неправительственных организаций, объявленных в России иностранными агентами А также, цитата, подрыв российской экономики и формирование общественного мнения О несостоятельности российской природоохранной политики «Беллона» проработала в России более 30 лет, освещая ее экологические проблемы После начала российского вторжения в Украину организация закрыла свои офисы в России и продолжила работать из-за рубежа Журналистка радио «Свобода» Алина Пинчук побеседовала с координатором проекта экологического объединения «Беллона» Ксенией Вахрушевой О том, как статус нежелательной организации повлияет на работу фонда Объявление экологического объединения «Беллона» незелательной организацией на территории России Это решение закономерное В принципе, мы такой риск для себя рассматривали и ранее И просто не знали, когда это будет В принципе, я уверен в том, что наши люди не смогут признать нежелательной Она была, просто было непонятно, когда это случится Почему? Ну, очевидно, потому что для сегодняшних российских властей Любая организация, особенно иностранная Которая пытается проводить общественные, экологические Ну, в целом, общественные изменения Позитивные изменения, демократические изменения в обществе Она рассматривается как уговора существующему авторитарному, авторитарному строю А мы своей деятельностью, которая была направлена на защиту экологических прав граждан На снижение ядерных рисков и промышленного загрязнения Все эти проблемы, когда мы их открывали Зачастую опирались в нежелании государства решать эти проблемы Соответственно, это критика существующей власти И, вероятно, может быть расстанена к уговору общественному политическому строю Почему именно сейчас, не знаю Но, возможно, это как-то связано с высылкой 15 дипломатов из Норвегии Которая была несколько дней назад Но это только повод Понятно, что стоящая причина – это наша многолетняя деятельность в России Сейчас, по нынешним российским законам Любую деятельность можно похарактеризовать как подрыв и стоять Как, конечно, критика власти, дискремитация вооруженных сил Практически любая деятельность, практически любое заявление Можно подвести свободу эти параметры С Ксенией Вахрушевой беседовала Алина Пинчук Продолжаем информационный дайджест «Время свободы» Цифровой ГУЛАГ Воплощение идеи Большого Брата в информационную эпоху По всей видимости успешно создан По крайней мере в Москве Власти освоили новые технологии для контроля над гражданами И готовы использовать их в военную пору Потенциальных призывников в Москве будут искать с помощью системы видеонаблюдения Заявил ТАСС, военный комиссар российской столицы Максим Локтев По его словам, с помощью записи с городских улиц будут выяснять место жительства призывников Многие из которых предпочитают жить не по прописке На самом деле в арсенале властей гораздо больше ресурсов для слежки за гражданами Чем одни только видеокамеры на улицах О том, как еще могут находить военно обязанных в Москве и вообще в России Журналисту Настоящего Времени Юрию Бронюко рассказал расследователь Андрей Захаров Который изучает инструменты российских властей для слежки за собственными гражданами По его словам, в Москве сейчас одновременно работают четыре разных системы распознавания лиц Которые в буквальном смысле конкурируют друг с другом Если там в нулевые годы, когда многие люди косили от армии Было известное правило не жить по прописке и ездить на маршрутке во время призыва То есть не заходить в метро, потому что там стояли патрули То, например, в Москве и частично в Петербурге, где эта система тоже развертывается Смысл в том, что там есть такая штука, которая называется система свой-чужой Что это означает? То есть ты больше одного раза зашел в подъезд Система знает всех, кто заходит в подъезд Ну, ты, соответственно, стал своим И ты явно не в гости ходишь, если ты каждый вечер там мусор уносишь Поэтому, чтобы найти там Юрия Баранюка или Андрея Захарова Достаточно просто загнать фотографию в систему И покажет, где человек последний месяц-два живет Этот старый способ не жить по прописке в Москве абсолютно не работает Если нужно найти злостного уклониста, как и кого угодно То здесь что угодно подключается От сотовых операторов и мэрия Москвы использовала данные сотовых операторов во время ковида Для определения, например, с кем человек контактировал Или действительно ли он передвигался по городу помимо камер Ну, а я уж не говорю о каких-то возможностях, не знаю, если человек в машину сел Потому что камеры же не только на улицах, они еще находятся и на дорогах Более того, там они хвастались, что учатся определять человека, который за рулем находит То есть думаешь, будешь жить в машине, все равно найдут, условно говоря Когда они находили людей после протестов за освобождение Навального в начале 21-го года То вот прям был кейс, когда у парня была маска на лице И судя по протоколу, ну, к нему потом домой пришли, несмотря на то, что маска была То есть там очень важно, значит, приносятся глаза Потом там сейчас еще и ну и давно и продолжают активно работать с силуэтом То есть определение по силуэту То есть там много параметров, не только лицо, которые в сумме вот дают какой-то совпад А там, понимаешь, может быть, совпад не 90, а 60 процентов Только можешь пытаться уехать из Москвы и скрыться Там есть какие-то, наверное, секреты А в целом, мне кажется, практически невозможно от этой системы уберечься Если ты передвигаешься по городу Ну, нужно, значит, скрыться Это что значит? Нужно как-то, видимо, измененной походкой Вот, максимально скрыв лицо Не неся с собой телефон постоянный И не вставляя симку Потому что если ты вставил симку в телефон У оператора все равно отправляются информации о том, что симка-то новая А имей у них база есть, да? Адресов телефона, как это называют, правильно расшифровывается Ну, короче, идентификат номера телефона Дальше, не знаю, не пользуются тройкой, ну, карты произносятся Не пользуются своей кредитной картой В целом, понятно, что часть этих инструментов Это уже оперативно-розыскные Но там у них все очень хорошо поставлено И если нужно, то есть по тем же камерам К людям осенью, то есть камеры находили людей А потом уже приезжала полиция за человеком Отвозила военкомат То есть это взаимодействие налажено Поэтому в целом, да, вот этот Большой Брат Как он там, Умный Город Разные есть названия Цифровой ГУЛАГ Оставляет мало шансов к нему скрыться, на самом деле С Андреем Захаровым беседовал Юрий Баранюк Пресс-служба Кремля 18 апреля сообщил о поездке Владимира Путина на контролируемой российской армией территорию Украины Утверждалось, что Путин посетил штаб группировки войск Днепр на Херсонском направлении И штаб Росгвардии Восток в Луганской области Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин ездил в Украину 17 апреля Независимого подтверждения этому нет На кадрах видеосъемки светлое время суток Путин выходит с вертолетами 8, после чего кортеж въезжает в город Геническ, который стал центром оккупированной российской армии части Херсонской области Пресс-служба сообщила, что Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон При вручении иконы Путин произносит «Сейчас вот Пасха будет» По мнению издания агентства, эти слова Путина позволяют сделать вывод, что встреча происходила до 16 апреля, когда в России праздновалась Пасха В видео, опубликованном позднее на сайте Кремля, слово «будет» было вырезано Песков заявил, что фраза так звучит, потому что Пасха празднуется 40 дней Крымскому центру журналистских расследований удалось идентифицировать объекты, попавшие в кадр съемки Где именно российский президент побывал на оккупированной части юга Украины Журналисту настоящего времени Алексею Александрову рассказал представитель центра журналистских расследований Никита Панасенко Да, нам удалось понять ориентировочный маршрут перемещения Путина по Херсонской области Все началось, как мы думаем Это наша версия, основанная на информации местных жителей, которые видели, слышали, знают эти местности Что Путин приземлился на вертолете на территории пансионата «Волна» Это село Стрелковое на Арабатской стрелке И оттуда уже он поехал в село Счастливцево, где находится база отдыха «Бригантина» Это тоже Арабатская стрелка, это не в Геническе, это в Геническе километров 20 В самом Геническе, как мы понимаем, Путин так и не был База «Бригантина» довольно большая Были вчера новости о том, что Путин был одновременно в этой базе «Бригантине» и еще, возможно, в лагере «Приморский» Так вот, это фактически одно и то же место Оно принадлежит одному и тому же собственнику Находится буквально в территории в притул друг с другом Так что фактически это одна и та же база «Витпочинку» Приморский и «Бригантина» Мы видим, что Путин зашел как раз из такого места, где с одной стороны этот лагерь, а с другой стороны Бригантина И прошел дальше по территории Как мы поняли, что именно это место? У нас есть журналист, которого мы не можем называть, поэтому я сейчас в эфире, а не он Из-за соображения безопасности Но он сам из Геническа, он в этих краях вырос и все там знает И он нам сказал, что я сразу знаю, что 100% это место, а дальше мы уже верифицируем эту информацию из открытых источников Здесь идет про село Счастливцево, которое вы называли И это село фактически на Арабатской стрелке То есть вообще-то это практически административная граница между Херсонской областью и Крымом Правильно ли я понимаю, что вот когда российская пропаганда говорит о том, что Путин побывал в Херсонской области На самом деле он фактически был рядом с Крымом Ну да, он чуть-чуть пересек административную границу Как раз так, чтобы до него не доставали ни Хаймерс, ни какое-нибудь другое вооружение И вот он сказал, что он побывал на линии фронта Вот, молодец С Никитой Панасенко беседовал Алексей Александров В завершение поговорим о судьбе экспорта украинского зерна Россия тормозит его поставки через Черное море в рамках так называемой зерновой сделки А на прошлой неделе Польша и Венгрия объявили о временном запрете на ввоз украинского зерна И целого ряда других продовольственных товаров из Украины Запрет также касался и транзита этих товаров в третьи страны Затем к ним присоединилась и Словакия Но Братислава запретила только продажу украинского зерна на своем рынке, но не его транзит Власти этих стран заявили, что зерно, которое идет из Украины в рамках зерновой сделки Сбило цены на него в Евросоюзе и ударило по их производителям Еврокомиссия осудила это решение и назвала его неприемлемым В результате Польша согласилась разблокировать транзит украинского зерна по ее территории Решение с европейскими странами, видимо, будет найдено А причину возникновения проблемы мы обсудили с международным обозревателем радиосвобода Ярославом Шимовым Пять стран уже вовлечено в эту ситуацию, которая менялась в течение последних дней Польша и Венгрия первыми запретили и ввоз, и транзит Потом Польша договорилась с Украиной и транзит разрешила Словакия и Болгария тоже ввели запреты, но оставили транзит в покое А Румыния пока просто пригрозила тем, что все запретит Но сегодня ведутся переговоры в Брюсселе представителей этих пяти стран С заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом о том, что делать дальше Давайте поговорим о, собственно, проблеме Почему вообще возникла эта ситуация, при том, что мы знаем, что мировое сообщество Активно пытается способствовать тому, чтобы украинское зерно экспортировалось в другие страны мира И Европейский Союз является ближайшим союзником Украины Почему вдруг эта проблема вообще возникла? Ну, весной прошлого года были отменены решением Евросоюза пошлиные квоты На ввоз не только зерна, но и других видов сельхозпродукции из Украины В связи с тем, что Украина стала жертвой российской агрессии Но там предполагалось, что в первую очередь зерно, большая его часть, пойдет через порты Польские, в частности, румынские, ну и немецкие, например, тоже В дальние страны, в Африку, на Ближний Восток, там, где есть страны, которые Например, Египет отчасти, Эфиопия в большой степени, просто зависимы от импорта украинского зерна А только меньшая часть предполагалась, что останется на рынках, собственно, европейских стран И особой роли там не сыграет Но вышло все наоборот Зерно, скажем так, задержалось Во-первых, чисто возникли проблемы с логистикой, особенно в Польше Но, во-вторых, честно говоря, многие фирмы, которые имели к этому отношение, стали на этом зерне наживаться Потому что оно гораздо дешевле местного Они его стали продавать по демпинговым ценам Более того, выдавать часто техническое зерно, предназначенное, в частности, на корм скоту Но не для выпечки хлеба За нормальное, из которого можно печь хлеб Возникли, соответственно, проблемы с качеством А главное, польские, венгерские и прочие фермеры Сильно возмутились, потому что цены на зерновых странах пошли вниз И их прибыли, соответственно, пошли вниз тоже И это происходит на фоне того, что вот сейчас мы читаем сообщение о том, что транзит, о котором вот эта зерновая сделка к поставке украинского зерна морем на мировой экспорт Они практически остановились Россия вообще намекнула, что остановит этот экспорт Совершенно верно Россия этой ситуацией очень четко воспользовалась Она, в принципе, это зерновое соглашение, скажем так, держит за горло В том смысле, что то ей не хочется, вопреки уже достигнутой договоренности, продлевать его на очередные 4 месяца Она готова только на 2 месяца его продлевать То какие-то дополнительные условия с частичным снятием санкций с каких-то статей российского экспорта она выдвигает Ну а сейчас это, что называется, бальзам на душу Потому что у сельскохозяйственного сектора Украины возникают проблемы со всех сторон С одной стороны, Россия грозит сорвать зерновое соглашение и вывоз зерна через порты по морю А с другой стороны, вот западные соседи ограничивают вывоз по суше То есть, в общем, ситуация была бы безвыходной, если бы не появившаяся в последние часы надежда Что все это в рамках Европейского Союза все-таки как-то будет разрулена эта ситуация Заявление Европейского Союза звучит, по-моему, довольно жестко Вы оцениваете, что Европейский Союз в состоянии разрулить эту ситуацию? Европейский Союз по своему обыкновению в состоянии заплатить Поэтому там уже один пакет помощи фермерам вот этих центральноевропейских стран одобрен на 60 миллионов евро Сейчас, судя по всему, одобрят другой на 100 миллионов еще вдобавок Это должно ситуацию смягчить Кроме того, введут какие-то новые правила, согласно которым все-таки будет выдерживаться транзитный поток Его будут контролировать, чтобы украинское зерно не задерживалось в больших количествах на рынках указанных стран В первую очередь речь идет о Польше и Румынии Они наиболее значимы среди этих пяти стран в данной ситуации Но там есть еще, честно говоря, и политический момент Почему фермеры? Фермеры, они же избиратели А по меньшей мере в двух странах, из пяти перечисленных, это Польша и Словакия, в этом году выборы А для, в первую очередь, польской правящей партии право и справедливость Сельскохозяйственные районы, провинции, это важная политическая опора Поэтому фермеры должны быть довольны То есть здесь еще есть, конечно, и политический подтекст И другой интересный момент, он касается Болгарии Там очень активно две партии в парламенте лоббировали введение этого запрета Это социалистическая партия и партия Возрождения Это самые пророссийские силы в болгарской политике Так что здесь все смешалось Экономика, логистика, политика, как часто бывает в таких ситуациях Беседы с Ярославом Шимовым Мы завершаем информационный дайджест «Время. Свобода» Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Валентин Барышников Всего доброго Студия подкастов «Радио Свобода» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова